Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. От Саморы пришел очередной набор ножей на обзор. И сейчас я собираюсь его распаковать и показать вам, что же это за ножи. Но давайте для красоты картинки перейдем на улицу. Да, что-то пошло не так. Не записался звук, потому что барахлит мой Zoom H1. Нужно вы покупать сплошные расходы. Вы притворитесь, что ничего не видели, а я притворюсь, что ничего не распаковывал. И попробуем заново сделать это здесь. Итак, вот такая коробочка. Симпатично выглядит, да? Нет, что касается упаковки, Самуру впереди планеты всей. Ну, мне, по крайней мере, так кажется. Давайте смотреть, что же там такое внутри. А внутри там вот такая красотень. Выглядит эффектно, слов нет. Давайте пощупаем. Я, конечно, хватаюсь сразу за шеф-нож. Что могу сказать? Качество изготовления этого ножа, то есть, как заделаны заклепки, как сделана ручка, обух, как заделан, превосходит все предыдущие серии совершенно однозначно. Это гораздо более приятное в руках изделие. Еще момент, очень важный для меня. Как я уже говорил, мне больше подходит, больше ложатся в руку, более приятными работать, ножи с более толстым обухом. Не таким, какой, например, вот, например, вот этот вот Самура. Здесь он все-таки потоньше и чуть более острые, вот эти вот края. И они при вот таком удержании ножа, когда указатель небольшой палец удерживают от уклона, здесь заставляют врезаться немного в палец. Вот эта острая бородка краев. Здесь все это скруглено. Не сильно скруглено, не то, что у меня он закругленный, но здесь более закругленная поверхность. И поэтому этот нож лежит в руке гораздо более удобно, по крайней мере, для меня. Еще положительный момент. Видите вот это вот покрытие? Здесь, ближе покажу, вмятинки, как бы от молотка. То есть, негладкая поверхность у лезвия ножа. Это значит, что такой нож, когда им, допустим, отрезаешь сыр, к его поверхности не приклеивается этот самый сыр. По крайней мере, я на это надеюсь, это надо будет проверить. И нарезка таких продуктов, сыр, рыба может быть мягкая, которая очень такая, ну, соленая лосось, к примеру, будет проходить лучше. Давайте проверим, как вы все любите, остроту лезвия. Как мне сказали, обращать внимание нужно даже не на то, как нож режет, а какой звук при этом раздается. Послушаем. Ну, вы что-то в этом понимаете? Я, честно говоря, не очень. Ну, режет, как видите, без каких, без каких бы то ни было замечаний. Сейчас я намусорю здесь. Удобная рукоятка, приятная. Посмотрим, как он на работе и насколько хорошо он держит заточку. Давайте вот остальные тоже возьмем. Здесь, ну, здесь все то же самое. Прекрасно. Прекрасно. Вот к предыдущим ножам у меня были претензии к заделке захлепок и, соответственно, предположительно, к разбалтыванию ручки. Здесь вообще никаких вопросов нет. И, смотрите, маленький аккуратный овощной нож. Для сравнения. Видите, насколько он меньше? То есть, маленьким ножом овощным удобнее выполнять тонкие работы. Подрезать яблоко, вырезать что-то там. То есть, вот, ухватываешь, так же, по лезвию и делаешь. Удобно. Удобно. Слов нет. Что касается материала ручки. Здесь, я так подозреваю, это все похоже на модифицированную фанеру. То есть, фанера с пропиткой, с промежуточной пропиткой всех слоев, лаками, наверное, или материалами. То есть, нет такое подозрение, что вот такой ламинат, мало того, что он красивый, такой ламинат в воде будет себя чувствовать так же, как пластик, к примеру. То есть, ничего размокать и разбухать не будет. Я сразу приношу извинения тем зрителям, которые ждут от меня отчетов и обзоров, в первую очередь, по ножам вот этой серии. Я, честно говоря, не знаю, сколько они стоят. Предполагаю, что вот эти новые ножи, они подороже, чем вот эти. Потому что, судя по тому, как эти ножи лежат в руках присланными, чаще пользоваться буду я... Потому что, судя по тому, как лежат в руках вот эти ножи, насколько они удобные, я буду в первую очередь этими ножами пользоваться. А значит, свое впечатление о том, как они держат заточку, как они живут, там, прочее, в первую очередь подоспеет вот обзор на эти ножи. А потом, возможно, уже на эти. Ну что, спасибо за компанию. Надеюсь, этот недообзор кому-то из вас был интересен. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok